Всем привет, вы на канале The Box, меня зовут Балун. Ну что, друзья, сегодня я вам расскажу о самых заряженных и прокачанных смартфонах именно для игр. Притом это будут не только просто очень мощные смартфоны, но еще и настоящие геймерские мобилки с необычными и уникальными фишками. К тому же я еще отобрал для вас пару бюджетничков, которые позволят вам играть вообще во все подряд. Так что обязательно смотрите это видео до конца, чтобы определиться, какой игровой смартфон подходит именно вам лучше всего. А теперь подписка, если вы еще до сих пор не подписаны, хотя это удивительно, лайк помчали? А начнем мы с вами как раз с самого дешевого смартфона в этой подборке, а именно Realme 7. И в первую очередь вот этот вот телефон может понравиться качественным и ярким IPS-экраном с частотой обновления в 90 Гц. А это, я вам хочу сказать, не так часто и встречается, особенно когда говоришь о смартфонах с ценой в 250-300 долларов. А обычно в смартфонах за такие деньги мы как раз говорим, чего там нет, а не наоборот. Да и к тому же отсутствие шим и плавная картинка, это же ведь как раз именно то, что надо, если вы, например, хотите играть на смартфоне долго и при этом не напрягать свои глаза. Вы знаете, я с уверенностью могу сказать, что батарея в Realme 7 позволит вам играть довольно-таки долго. Потому что 5000 мАч вам вполне хватит даже для нескольких часов непрерывного уничтожения врагов в какой-нибудь там, не знаю, PUBG или Call of Duty Mobile. И хочу отметить, что большинство популярных игр стабильно идут на этом смартфоне в 30 кадров при высоких настройках графики. Так что за небольшие деньги вы получите довольно-таки неплохую производительность в играх. И еще чуть денег на донаты останется. Но ведь это ж удобно. А все это благодаря процессору Helio G95, который получил улучшенный графический ускоритель. И с учетом наличия версии на 8 ГБ оперативки, Realme 7 выглядит как отличный вариант для геймеров, ну, которые не хотят сильно тратиться на смартфон. А особенно если вам не нужно 100 FPS в каждой прямой игре, и вы просто хотите играть во все, что выходит. Ну, а если вам нужна красивая картинка и большой FPS, и чтобы еще и за недорого, то вам, конечно, подойдет лучше следующий вариант. Ведь Redmi Note 10 Pro за вменяемую цену предлагает, если не лучший дисплей на рынке в целом, то уж точно лучший среди конкурентов. Потому что здесь вам и 120 Гц частоты обновления, и 240 Гц считывания сенсора. И, кстати, сочная картинка, а все благодаря AMOLED-матрице. Короче говоря, это такой идеальный вариант, чтобы игры на вашем смартфоне ощущались плавными и красивыми. К тому же высокая пиковая яркость позволит вам играть как на пляже, точно так же и на лавочке во дворе. Потому что все будет видно даже на самом ярком солнце. И главное, когда играете на солнце, не забывайте про кепку. Потому что, может, от удара противника вы и увернетесь, а от солнечного удара нет. А процессор Snapdragon 732G, пусть, конечно, и не называют каким-то там флагманским, но он, в принципе, отлично справляется с большинством игр. Ну, как минимум на 30-40 FPS в самых популярных проектах вы можете рассчитывать. А кое-где даже 60 получится выжать. Ну, например, как в Stand Off 2. К тому же, в помощь геймерам компания Xiaomi добавила в этот смартфон программу для ускорения игр. И ее плюс в том, что она позволит оптимизировать систему и отключить отвлекающие от игры уведомления. Ну, такие, например, как от жены, там, купи хлеба или, к примеру, забери сына. Погоди, какого сына? Ну, вообще-то нет никакого сына. К тому же, вы еще сможете отследить ключевые параметры, как, например, нагрузку на железо или кадровую частоту в играх. Еще могу сказать, что вот батарея на 5020 мАч не подкачала. И даже после трех часов игры на этом смартфоне вам не придется бежать и искать розетку. Потому что он может выдержать и больше. Все же, если вам нужно максимум производительности, чтобы было за минимум денег, то вам в этом случае, я уверен, понравится следующий смартфон. Потому что многие фишки Note 10 Pro доступны и на Poco X3 Pro. Только в X3 Pro Xiaomi еще больше сделала акцент на играх. Ведь, по сути, бюджетное устройство работает на процессоре флагманской серии Snapdragon 860. И поверьте, что это сразу чувствуется. Этот парень вообще не привык к 30 кадрам. Ему сразу подавать 60. Ведь именно на такие цифры вы можете рассчитывать в Asphalt 9 и PUBG. И только Shadowgun Legends FPS может, конечно, чуть просесть, но вообще не критично. Как, собственно, и Genshin Impact, который X3 Pro тянет на 40-45 FPS. В общем, свою заточенность под игры прошка оправдывает на все 100. Короче говоря, откликаться от игр вы будете только на то, чтобы поесть, попить и на сон. А вот если бы она была на 110%, тогда бы мы с вами вычеркнули сон. И тут вы, конечно, меня можете спросить, так а что же там с дисплеем? И вы знаете, я могу порадовать тех людей, которые страдают от шин. Потому что в X3 Pro экран получил все те же 120 Гц обновления и 240 Гц к чувствительности сенсора. Но, кстати, матрица здесь IPS. Если вам реалистичная цветопередача нравится гораздо больше, чем вырвиглазная насыщенность AMOLED, то этот вариант для вас. Хотя, знаете, я как человек, который застал еще Nokia 3310 живу, могу сказать, что если экран не черно-белый, то уже все хорошо. Да и с автономностью тут тоже порядок, ведь Poco поставили аккумулятор на 5160 мАч. Ко всему производитель еще и не пожадничал на быструю память UFS 3.1. Так что в этом смартфоне грузиться все будет вот так быстро. А значит, поковыряться в носу, прежде чем приступить к следующей катке, у вас уже шансов будет меньше. И несмотря на всю эту мощь, смартфон получился реально недорогим, особенно по сравнению с флагманом. И, например, e-каталог показывает, что смартфон вам обойдется где-то в 260 долларов, что прям очень мало, если мы говорим именно об игровом смартфоне. И даже Redmi Note 10 Pro вам обойдется дороже, а там, на секундочку, более слабый процессор, но при этом, конечно, более крутой дисплей. Так что тут, как говорится, каждый выбирает, что ему важнее. А чтобы выбрать было как можно проще, то заходите на e-каталог. Ведь здесь вы сможете найти идеальный смартфон для себя с помощью подробного фильтра по характеристикам. Да и ко всему, функция сравнения позволит вам все-таки определиться, если вы не можете выбрать одно из двух или более устройств. Ну и, в конце концов, e-каталог подскажет, где конкретный гаджет можно купить дешевле всего. Ссылка на e-каталог будет в описании под видео, кстати, в том числе и на сайт для Казахстана. Все же, вы знаете, лучший недорогой смартфон – это прошлогодний флагман. И вот следующее устройство это доказывает. Ведь за эти деньги что-то круче вы сейчас вряд ли найдете. И далеко ходить не нужно, потому что Mi 10T Pro реально удалось меня шокировать. Да что там меня, от него вообще все выпали. И сейчас я вам расскажу, что же у него такого необычного и крутого. Например, пока одни производители пытаются удивить всех 120 герцами в своих смартфонах, Xiaomi пошла еще дальше. Потому что 144 герца в Mi 10T Pro, который даже не считается игровым, ну это действительно прорыв. И могу сказать, что такой плавности вы не получите ни от одного другого смартфона с ценником в 500 долларов. Да и вообще, поиграть хорошо за 500 долларов можно только где? В казино. Но в отличие от Mi 10T Pro у вас это получится сделать только один раз. При этом экран здесь IPS со всеми вытекающими из этого плюсами. Ко всему этот смартфон выделяется еще и мощным процессором Snapdragon 865, который можно назвать, наверное, лучшим чипом в 2020 году. Да и, честно сказать, сейчас этот процессор не сильно-то и отстает от новенького Snapdragon 888. Да и в паре с 8 гигами оперативной памяти LPDDR5, вот этот вот зверь выдает стабильные 60 кадров в асфальт и па. А тяжеловесный Genshin Impact радует вполне, я считаю, играбельными 40-50 FPS. Ну и самое крутое, что игры, которые поддерживают 144 герца, в этом смартфоне раскрываются просто на пол. Например, мобильная версия Mortal Kombat со всеми ее крутыми и брутальными Fatality. Слушайте, если у вас в семье у единственного такой смартфон, то, знаете, приготовьтесь к ежедневным файтингам за право на нем поиграть. Все же Mi 10T Pro это просто мощный смартфон, который тянет все игры. Но вот дальше я вам расскажу о самых необычных игровых смартфонах, у которых больше фишек, чем просто мощный процессор. Кстати, если ты не знаешь, что подарить своему парню на День влюбленных, на День Святого Падрика или на Новый год, то не волнуйся, без паники. Значит так, заходишь на мой канал, включаешь мой один обзор, второй, третий, четвертый, пятый, и так полдня можешь провести в моих обзорах. Вот, и подаришь парню полдня спокойствия. Ой, парни, не благодарите, подписывайтесь. А начнем мы с вами с Black Shark 4 от Xiaomi. И я не буду ходить вокруг да около, сразу назову две главные фишки этого устройства. Прежде всего, тут есть специальное приложение Shark Space, которое работает что-то наподобие второй оболочки. Тут можно настроить все игры под себя, сделать так, чтобы вся мощь смартфона уходила на игры, посмотреть игровые показатели, а также выбрать частоту обновления дисплея вплоть до 144 Гц. И еще миллион там разных настройок. Короче, вы знатно так наиграетесь при настройке смартфона, еще даже не приступив к играм. Ко всему еще вот эта вот черная акула, как бы так сказать, умеет выдвигать зубы. Ну, то есть при смещении слайдеров на боковой грани из корпуса выезжают такие дополнительные кнопки-бамперы. И это очень удобно, ведь, например, в игре на них можно назначить вообще любые действия. К тому же смартфон еще и запоминает, что вы привязали к ним в каждой отдельной игре. Так что вам не придется теперь каждый раз заново настраивать управление. А, да, я же вам чуть не забыл рассказать о крутом экране. Ведь частота работы сенсора в нем просто какие-то сумасшедшие 720 Гц. И вот благодаря этому такое складывается ощущение, что ты управляешь смартфоном не пальцами, а силой мысли. Вот настолько все быстро и отзывчиво. И на фоне всех этих плюсов, знаете, как-то не хочется даже критиковать Xiaomi, что поставили в эту трубку только 870 Snapdragon, а не топовый 888. Да, потому что все равно все игры летают на максималку. А вот не самый большой аккумулятор на 4500 мАч сполна компенсирует царь блок питания на 120 Вт. Потому что он способен зарядить смартфон до 100% за какие-то невероятные 17 минут. Так что если вы решили отдохнуть после потной катки, то вы не успеете. Слушайте, что там говорит? А я думаю, даже когда Илон Маск увидел эту зарядку, он сказал, я по-любому себе такую поставлю в Теслу. А вот следующий смартфон, вы знаете, его по сути и не создавали как игровой. Но вот за счет нескольких фишек он заслуживает это звание. Ведь Realme и GTA 5G это настоящий топ по характеристикам. Ко всему это, наверное, один из самых доступных, да может быть даже и самый доступный смартфон на Snapdragon 888. И при этом все остальное в нем тоже флагманское. Например, экран здесь Super AMOLED на 120 Гц, а частота считывания касаний составляет 360 Гц. Оперативной памяти ставят 12 ГБ, при том стандарта LPDDR5. Да и, кстати, флеш-накопитель тут тоже быстрый, UFS 3.1. Короче говоря, скорость это второе имя этого смартфона. Быстрее его только старушка, которая увидела в вагоне метро свободное место. Правда, вот батарея, как и у Black Shark 4, не самая большая. Но все же комплектный блок питания на 65 Вт со своей задачей справляется. И зарядит смартфон с нуля до сотни за 35 минут. В общем, короче, GT это находка для тех, кто хочет лучше, но при этом не хочет разбрасываться деньгами. Все же, если вы хотите самый геймерский смартфон вообще из всех существующих геймерских смартфонов, то вот вам крутой вариант от Lenovo. Потому что дизайн Legion Phone Duel прямо кричит о том, что он для геймеров. Например, на задней крышке этого смартфона есть RGB-подсветка, которую еще и можно регулировать при помощи специального приложения. Там вам дадут выбрать цвет, яркость, мерцание и, короче, и так далее. Но это лишь малая часть всех крутых фишек этого игрового смартфона. Главная и, пожалуй, самая удобная возможность в Legion, это наличие сразу двух портов для зарядки. Первый стоит, как и полагается, внизу. А вот второй размещен уже на боковой грани устройства. И это, я считаю, гениальное решение, потому что, наконец-то, ты можешь просто подключить зарядку к смартфону и играть на нем. И при этом кабель тебе не будет мешать. Единственное, я бы, конечно, кабель сделал бы так метров 10, ну, чтобы не сидеть возле розетки. Вот Lenovo, берите, пользуйтесь. Хорошая идея. Не надо, не благодарите. Подписывайтесь. Ко всему трубка от Lenovo еще не уступает своим конкурентам по характеристикам экрана. Ведь здесь вам и 144 Гц, и еще AMOLED с отличной яркостью и контрастом. А вот по железу, конечно, прошлогодний флагманский набор со Snapdragon 865, но при этом, знаете, цена зато нормальная. Ну, а единственный минус этого смартфона, это, конечно же, камеры. И речь идет не об их качестве, потому что в геймерском смартфоне это далеко не самое важное. Но вот размещение объективов, вы знаете, ну, не самое удобное. И в итоге, держа смарт в двух руках, постоянно пачкаешь оптику пальцами. Поэтому, если вдруг в игре вы где-то заметите игрока с замыленной аватаркой, знайте, что у него легион. Но зато, к примеру, если вы захотите постримить колду со своего смартфона, то, по сути, у вас сразу будет вебка. Просто нажимаете кнопку, выезжает камера, и все готово. Дальше я вам предлагаю немножко отвлечься от Android-смартфонов и посмотреть, что же там у яблочника. Все же будем мы с вами говорить не об iPhone 12, а о более дешевом варианте, который отлично подойдет для геймеров. Потому что iPhone XR при своих, ну уж очень скромных характеристиках на бумаге, остается, вот вы не поверите, одним из самых лучших решений для мобильных игр. Не спешите поливать сейчас этот смартфон в комментариях, там, наваливать на него. Я сейчас вам все объясню. Да, у этого смартфона небольшое разрешение экрана, нет повышенной герцовки, да и вообще отсутствуют фишки для геймеров. Но при этом есть пару весомых аргументов в пользу этого смартфона. Во-первых, это iOS и процессор A12 Bion. И как бы не было обидно фанатам Android, но зачастую именно на операционке от Apple, игры выходят раньше, и они гораздо лучше оптимизированы. Ну а во-вторых, купертиновцы предлагают весьма достойный сервис Apple Arcade, где можно найти много разных игр. При этом полноценные игры с сюжетом и без доната. К тому же, если Android-смартфоны спустя пару лет все-таки теряют поддержку от производителей, то iPhone XR со своим чипом вообще трехлетней давности все еще актуален и отлично работает. Так что даже учитывая, что iPhone XR 2018 года, в 2021 году он отлично подходит для игр. Что уже говорить о камере. Короче, iPhone XR как София Ротар, времени не подвластно. Но давайте с вами все-таки вернемся к зеленому роботу, ведь впереди нас ждет еще много именно геймерских крутых смартфонов. Ну, например, геймерам стоит присмотреться к ZTE Nubia Red Magic 6. Ведь этот смартфон поставил абсолютный рекорд в плане частоты обновления дисплея. И чтобы вы понимали, здесь она составляет целых 165 Гц. Это больше, чем у любого другого игрового смартфона. При этом считывание касаний происходит 500 раз в секунду, что тоже отлично. К тому же Red Magic 6 еще и получил дополнительные кнопки на грани. Только вот в отличие от Black Shark 4, они тут сенсорные, а не физические. И, честно говоря, конечно, это не самое удачное решение, но, возможно, кому-то такое даже понравится больше. В конце концов, для людей, которые научились нащупывать порт USB с тыльной стороны компьютера, нащупать эти кнопки вообще не проблема. Ну и третья фишка смартфона – это активность системы охлаждения. Потому что так произошло, что ZTE поставили в этот смартфон Snapdragon 888, и чтобы тот не перегревался во время долгой игры, они добавили вентилятор. Правда, он, конечно, маленький, и для того, чтобы нормально охладить систему, ему приходится, конечно, сильно так напрягаться. Так что, если смартфон уж сильно нагреется, то кулер все-таки будет шуметь. Ну, если у вас хорошая фантазия, то вы можете представить, что это шум двигателя вашего танка, например. Все же, несмотря даже на все вот эти вот игровые фишки, настоящих таких монстров мобильного гейминга выпускает компания Asus. И ее новый смартфон, вот этот ROG, это снова доказал. И первое, чем выделяется ROG Phone 5, это, конечно, агрессивным геймерским дизайном. Притом, Asus решили, как говорится, не мелочиться, и добавили на заднюю панель еще и экран. И если в обычной версии он, скорее, просто для красоты, и там выводит разные фигурки из пикселей, то вот в ультимативной версии там полноценный дисплей. Что, кстати, со основного дисплея, то он здесь стандартный, как для игровых смартфонов, и получил частоту обновления 144 Гц. Но все же при этом частота считывания сенсоров всего 300 Гц. И это как-то маловато. Но на всякий случай Asus, конечно, уточняет, что задержка между касанием и реакцией составляет всего лишь 24,3 мс, что довольно-таки быстро. Почти так же быстро, как представители Asus придумывали вот это вот оправдание слабым характеристикам экрана. Ко всему еще у ROG Phone 5 нет дополнительных физических кнопок. И вместо них здесь сенсорные, как на Red Magic 6. Ну а чтобы получить именно физические кнопки, нужно будет уже докупить кулер, у которого уже есть вот эти вот встроенные бамперы для игр. Все же с ними, вы знаете, не все так круто, потому что к их расположению тоже вам придется привыкать. А все дело в том, что нажимать нужно не указательными, а средними пальцами. И за такое решение вот разработчикам иногда все-таки хочется эти именно средние пальцы и показать. Но вот где ROG Phone 5 точно всех уделывает, так это в плане батареи. И согласитесь, 6000 мАч, это же ведь как раз то, что и хочется видеть в дорогом игровом смартфоне. Поэтому во время игры будет еще большой вопрос, у кого быстрее закончится заряд. У вас или у смартфона? Все же, если вот этот вот агрессивный такой дизайн геймерских смартфонов вам не очень нравится, но при этом хочется мощный смартфон, то у меня есть для вас два крутых варианта. Например, посмотрите на OnePlus 9 Pro, который получил новенький и мощный Snapdragon 888. И пускай, конечно, на старте у этого смартфона были проблемы с перегревом, но буквально спустя пару обновлений все как рукой сняло. И теперь он вообще не греется под нагрузкой. Поэтому теперь, чтобы играть нормально на этом смартфоне, вам уже не стоит лезть в морозилку. Наконец-то теперь можно использовать ваш холодильник по назначению, а не засунув голову играть в нем. К тому же вместо тяжелой оболочки, OnePlus поставили в свой 9 Pro фирменную Oxygen S, которая почти не отличается от голого Android. А это значит, что смартфон не будет теперь тратить всю свою мощь впустую, а будет отдавать свои гигабайты там и гигигерцы на игры. К тому же у смартфона есть еще и игровое меню, которое и позволит улучшить производительность в играх. Ну и давайте не будем забывать, что здесь стоит реально крутой AMOLED-экран с частотой обновления в 120 Гц. Притом это LTPO-матрица, которая умеет менять частоту обновления. Так что теперь экран будет меньше тратить заряд аккумулятора, и следовательно, вы сможете подольше поиграть, если, конечно, игры поддерживают не больше 60 или 90 кадров. И как бонус еще отмечу быструю зарядку, которая зарядит смартфон на 100% всего за каких-то там 29 минут. Ну согласитесь, что это быстро? Потому что вот, например, Жигулю разогнаться от 0 до 100 надо больше времени. Ну и куда же, друзья, без пока что лучшего флагмана 2021 года и мечты каждого мобильного геймера. Xiaomi Mi 11 Ultra. И пускай, конечно, он не создавался для игр, но это не мешает ультре тащить вот буквально все. Притом Xiaomi учла ошибки обычного Mi 11 и улучшила систему охлаждения в ультре. Так что даже после долгой игры смартфон не раскаляется и играть на нем комфортно. Да и ко всему он не будет урезать производительность после 20 минут и сбрасывать FPS в игру. Короче говоря, круче только уже игровые консоли. Да и то, кстати, не факт. По плойке-то не сильно и позвонишь. И второй большой плюс ультра, это, конечно, огромный яркий экран с высокой частотой обновления. Притом Xiaomi добавила в смартфон функцию DC-димминга. Так что даже с учетом того, что здесь стоит AMOLED, играть можно долго и вообще не переживать за глаза. Ну, разве только за глаза начальника, который смотрит, как вы играете в рабочее время. И вот без преувеличения говорю, что дисплей здесь даже круче, чем вообще в большинстве флагманов. И вы хоть сейчас можете, например, перейти на это видео и посмотреть, как Mi 11 Ultra уделывает самые дорогие Самсунги и Айфоны. И главное помнить, все самое интересное в коробке. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...